МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Прогноз погоды на новогодние праздники представили синоптики Казахстана, сообщает Кастак со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет». Атлантический циклон, принесший снег и повышение температуры воздуха, сохранит свое влияние лишь на восточные регионы. Погоду на остальной территории Казахстана будет определять холодный антициклон из районов Таймыра, говорится в прогнозе погоды на 31 декабря-2 января. Указанный антициклон, по прогнозам синоптиков, смещаясь в восточном направлении, вызовет понижение температуры воздуха в северных и восточных областях в ночные часы до минус 30-35, в отдельных районах до минус 40. Сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками департамента полиции сегодня посетили специализированный магазин, реализующий пиротехнику. В ходе проверки продавцам разъяснялись правила отпуска и хранения пиротехнической продукции. Оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника» сегодня прошло в одном из крупных специализированных магазинов города. Специалисты службы пожаротушения проверяли безопасность помещения магазина и склада, где хранится пиротехническая продукция, и ознакомились с документацией, позволяющей продавать фейерверки гражданам. Департамент по чрезвычайным ситуациям Активистской области совместно с департаментом полиции проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации и хранения пиротехнических изделий. В рамках данных рейдов проводятся осмотры на соблюдение мер правил пожаробезопасности. В ходе данных мероприятий было совершено 288 рейдов, где было изъято 617 пиротехнических изделий и наложено 16 административных взысканий. Наряду с этим сотрудники полиции предупреждали продавцов и посетителей магазина об ответственности за приобретение пиротехнических товаров у посторонних лиц, не имеющих соответствующих документов. На сегодняшний день проходит ОПМ про пиротехника, проходят сейчас эти мероприятия рейдовые, убедительная просьба граждан не приобретать пиротехнику на колхозных рынках без сертификата. Это сейчас сертифицированный товар только в специализированных магазинах. Это у нас сейчас в городе три всего лишь. Есть и определенные правила хранения салютов в магазинах. Так, пиротехнические изделия бытового значения должны располагаться не ближе полуметра от нагревательных приборов системы отопления. В каждом хранилище разрешено располагать то количество изделий, которое прописано в специальных документах. По информации областного департамента полиции, в нашем городе только у трех специализированных магазинов сейчас имеется разрешение на отпуск пиротехнической продукции. А ее покупка у продавцов на улице может быть опасна. Тамерис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Совместить приятное с полезным. Настоящую праздничную акцию для автолюбителей провели сегодня сотрудники департамента полиции. Блестители порядка поздравили октябинцев с наступающим праздником, напомнив о важности соблюдения ПДД на дорогах. Увидеть Деда Мороза, бредущего вдоль трассы, с мешком, чем не настоящее предновогоднее чудо. Октябинские полицейские сегодня решили поздравить с наступающим праздником и тех, кто в существование доброго старика с подарками уже давно не верит. Праздничная акция прошла на трассе Актубе-Храмтау. С наступающим вас Новым годом! Счастья, добра, что в год коровы нам принес столько много молока. Мы вот сейчас проводим акцию, раздаем брошюры, чтобы водители за рулем не уснули. Здесь есть участки, где можно отдохнуть. Есть указаны участки, опасные участки, где нужно быть очень внимательным. А вообще нужно быть всегда внимательным за рулем. Вот, пожалуйста, вам брошюра. Будьте всегда на дороге бдительными, не болейте. Если устали, отдохните. Вот там кемпинг указан. В общем, Новый год, чтобы нам принес столько хорошего добра, позитива, чтобы никто никогда не болел. Вы далеко едете? Счастливой дороги! Как оказалось, и взрослым тоже порой не хватает волшебства в обычной жизни. Особенно неожиданно, когда патрульные останавливают не только для проверки документов. Ну, нравится, конечно. Всех с наступающим Новым годом! Счастья, здоровья всем! В костюме зимнего волшебника старшина роты патрульной полиции Айбат Арын. Полицейскому не приходится и заглядывать в буклеты, чтобы рассказать водителям о самых опасных участках дороги Актубе-Храмтау. Мужчина больше 20 лет трудится в сфере патрулирования и даже получил прозвище от коллег хозяин трассы. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Годом коровы! Чтобы этот год нам принес очень много молока, сметаны, чтобы никто не болел. Всем счастья и добра! Сегодня мы находимся на трассе, проводим акцию, раздаем брошюры, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, чтобы они знали, какие участки у нас опасные, где можно отдохнуть, где кемпинги. В общем, такая добрая сегодня сказочная акция. Всем счастья в Новом году! Радовать актюбинских автолюбителей такими праздничными предупреждениями и пожеланиями полицейский Дед Мороз будет еще и завтра. В ходе акции планируется раздать порядка одной тысячи информационных буклетов. Кристина Вить, Сергей Калашников, программа «Факт». Депутаты Сената парламента Бауржан Каниф и Мухтар Жумагазиев находятся в Ак-Тубе с рабочей поездкой. Сегодня сенаторы встретились с руководителями областных управлений. На завещание основное внимание собравшиеся уделили вопросу экологической безопасности нашего региона. Хотелось бы в первую очередь отметить, что Ак-Тубинская область активно развивается в экономическом плане. По объему инвестиций регион опережает все остальные. Высокими темпами растет промышленность, набирает обороты сельское хозяйство, успешно реализуется жилищная программа. Но при этом крупные промышленные предприятия являются основными источниками загрязнения окружающей среды. 80% от их общего числа в текущем году работали с нарушениями экологических требований. По всем выявленным фактам были наложены крупные штрафы, однако компании продолжают свою деятельность. Наша задача добиться на каждом крупном промышленном объекте установки очистных сооружений и фильтров. Это должно стать обязательным условием для дальнейшей успешной работы заводов, фабрик и фермерских хозяйств в Ак-Тубе и районах областей в целях сохранения окружающей среды и решения проблемы экологической безопасности для населения. Ак-Тубинский областной департамент государственных доходов напоминает, что до окончания налоговой амнистии для физических лиц осталось два дня. На сегодняшний день общая сумма погашенных налоговых задолженностей по региону составляет 836 миллионов тенге. Напоминаем, что 31 декабря 2020 года действует амнистия по списанию пени при условии оплаты основного долга по налогам на имущество, земельному налогу и налогу на транспорт средства. Для списания пени обращаться никуда не надо. Достаточно оплатить основную сумму долга. Пеня будет списана автоматически. По состоянию на 30 декабря 2020 года в рамках налоговой амнистии погашена налоговая задолженность на сумму 836 миллионов тенге. Акции воспользовались 61 тысячи человек. Списана пеня на сумму 71 миллион тенге. Глава государства КСУ Жумар Такаев переговорил с президентами России Владимиром Путиным, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана Эмамали Рахмоном, передает Костак. По данным Аккорды, во время переговоров с Путиным стороны отметили позитивную динамику развития казахстанско-российских отношений по всему спектру двухсторонней повестки в духе стратегического партнерства и союзничества. Подтверждена твердая приверженность Казахстана и России дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по преодолению последствий COVID-19, а также координации по линии двух многосторонних структур. Владимир Путин просил передать новогоднее поздравление и пожелание братскому народу Казахстана, сказано в сообщении. В беседе Такаева с Мирзиёевым выражено удовлетворение поступательным углублением казахстанского-узбекского стратегического партнерства, основанного на крепких узах братства и добрососедства. Касамжмар Такаев и Шавкат Мирзиёев обменялись новогодними поздравлениями и добрыми пожеланиями. Во время разговора с Рахмоном президент Такаев дал положительную оценку текущему уровню межгосударственного сотрудничества, демонстрирующие высокие темпы развития. Президенты также обменялись новогодними поздравлениями, уточнили в Акарде. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Новые данные о заболевших коронавирусом в Казахстане опубликовал Минздрав, передает Тенгри Ньюс. За прошедшие сутки зарегистрировано 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 153 925 случаев, из них в Актюбинской области 3676. В Казахстане 1047 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 141731 человек. Еще 28 декабря зафиксировано 170 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. 5 летальных исходов, 89 человек выздоровели. Казахстан передает почти 200 тысяч. Достигло число заболевших COVID-19 и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции в Казахстане. По информации Минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжает получать 22 070 человек. Из них в стационарах находится 5 072 пациента, на амбулаторном уровне 16 998 пациентов. В Казахстане вновь изменилась эпидемиологическая ситуация, на этот раз лучшую сторону. В красной зоне остался лишь один регион, передает Тенгриньюз. По данным на 30 декабря в красной зоне осталась лишь Атараусская область. Накануне в ней была также Кастанайская область, которая теперь находится в желтой. В эту зону также входят Нурсултан, Алматын, СКО, Павлодарская, Акмолинско-Кастанайская области. В зеленой находятся все остальные регионы. С 2021 года в Казахстане увеличат на 5% выплаты из Государственного фонда социального страхования на утрате трудоспособности и потери кормильца, передает Тенгриньюз. Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года. Мать, бросившая на морозе годовалого ребенка, избежала наказания. Уголовное дело против 33-летней женщины, обвиняемой по статье. Оставление в опасности прекратили, передает Тенгриньюз. Такое решение вынес уголовный суд Павлодара. Производство по уголовному делу в отношении подсудимой прекращено за примирением сторон, огласило решение судья Думан Серегбаев. Он пояснил, что потерпевшей по делу была признана мать женщины, которая просила прекратить дело против дочери. Просьбу потерпевшей поддержали адвокаты и прокурор. Мать ребенка полностью признала свою вину и также попросила прекратить уголовное дело против нее. Между тем, в суде сообщили, что женщина привлечена к ответственности в административном порядке. Как сообщалось, женщина бросила своего годовалого сына на трамвайной остановке возле вокзала в Павлодаре. В суде выяснилось, что малыш пробыл на улице при 11-градусном морозе 10 минут, после чего его заметили прохожие и передали полицейским, а те доставили малыша в больницу. Поиски матери ребенка длились чуть больше двух часов. Ею оказалась 33-летняя женщина. В полиции она рассказала, что сама оставила малолетнего сына на скамейке у вокзала. В Казахстане в канун праздников ожидается усиление работы полиции. Кроме того, МВД обратилась к казахстанцам с рекомендациями о том, как безопасно провести Новый год, передает Тенгрин Юс. В празднике во всем Казахстане будет работать максимальное количество полицейских автопатрулей. На улицах увеличится плотность пеших нарядов. Призываем граждан придерживаться карантинных мер и рекомендации организации здравоохранения. Соблюдать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества. Обратились к казахстанцам в МВД. Снеговика высотой 5 метров слепили карагандинские осужденные. В колонии АК-159-17, где заключенных лечат от туберкулеза, мужчины соорудили 5-метрового снеговика, а также целую стену с новогодними персонажами, передает Тенгрин Юс. А в Уральске появился снежный бык. Массивная фигура из снега установлена напротив специализированной пожарной части номер 1. Рядом с ней стоит автоцистерна, которая осуществила тысячи выездов на пожары. Это уже не первое творение рук сотрудников пожарной части. Высота снежного быка составляет почти 3 метра. Автор творения – 27-летний сержант Алишер Кутыгалы. Он работал над изготовлением фигуры две недели. Пожарные собирали снег вокруг части. Личный состав оказал большую помощь. Мы использовали лопаты и скребки. Снежные скульптуры – это мое хобби с детства. Надеюсь, год быка принесет спокойствие и благополучие. Отмеется у мужчин. Сейчас на Рига ТВ небольшой блок рекламы. И далее в программе «Факт» вы увидите. В областном историко-краеведческом музее Рахуният сегодня представили уникальную находку конца 19 века. Сладкие новогодние подарки для детей и небольшие презенты для взрослых. В эти дни актюбинцы следуют родиться и не стали экономить на приятных сюрпризах для своих родных и близких. Казахстан. Наша большая страна. Акт-Б – наша малая родина. Наша область. Мы помним, какую она была. Мы видим, какой она стала. По ее успехам мы судим, чего мы добились за 30 лет жизни в независимом государстве. Нас стало больше. Мы стали дольше жить. Рожать больше детей. Открывать собственный бизнес. Все больше районов, обеспеченных газом и водой. В разы увеличились количество автотранспорта и грузооборот. Сеть спортивных сооружений и площадок. Мы строим все больше жилья, школ и детских садов, больниц и поликлиник. Прокладываем километры дорог. 30 лет мира и созидания. Это наши достижения. Это наш путь. Имен Карапайм күнде де Хуаныш Силаныс. Эспрессо кофейниасы локомотив кинотеатрында. Сез бұлай әле адималға немессіз. Земнисат мерамханаса армандар орналатын нағызы жымақ пақшаса. Мөлдір бұлақ экзотикалы өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет асы едемін датыңыз. Казахстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта. Банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кезесулермен мерекеліп кештерует кізіңіз. Земнисат мерамханаса күрі өсігі ретропарік жағында. Жүзгіліл, үгір жермаека, ұшыз. Вы смотрите программу «Факт» на Рикотовы и мы продолжаем. В областном историко-краевическом музее Руханият сегодня представили уникальную находку конца 19 века. Коллекция книг на арабском языке, содержащая в себе сборник исламского шариата, была найдена в Храмтауском районе и теперь будет храниться в музее. Я сам житель Храмтауского района. Эту книгу мы планировали передать музею еще летом, но ждали поддержки областного акиматы и проведения раскопок. Теперь, наконец-то, мы можем спокойно вздохнуть и знать, что такой ценный артефакт будет храниться в нашем музее, и люди смогут познакомиться с историей еще ближе. По словам Серика Толиубаева, впервые эту книгу заметил житель села Тасоткель, Касым Аберхан-Улы, летом прошлого года во время вывода овец на пастбище. Книга была найдена на могильнике Кабентау в некрополе Карамула Храмтауского района. Позже, обратившись за помощью к главному имаму нашей области Толиби-Оспану, специалисты выяснили, что книга является сборником исламского шариата. Теперь планируется огромная работа по восстановлению и определению издательства, а также авторов книги, чтобы все желающие могли ознакомиться с ней уже в областном историко-краеведческом музее. Сладкие новогодние подарки для детей и небольшие презенты для взрослых. В эти дни актюбинцы, следуя традиции, не стали экономить на приятных сюрпризах для своих родных и близких. Несмотря на то, что щедрость и внимание в этом году заметно подорожали, желание сделать праздник по-настоящему новогодним оказалось для многих выше всех экономических расчетов. Подарки своим родным и близким приготовили? Не все еще. Что приобретали, если не секрет, и сколько потратили? Не скажу. Почему? Потому что на работе некогда. А планируете? Конечно, завтра. Скажите, сумма изменится в этом году? Больше потратить? Конечно, конечно. Намного больше будет. Да, уже все купили, все готово. Скажите, пожалуйста, в этом году больше пришлось потратить? Да, почти вдвое больше. Все подорожало же. И подарки подорожали все. А если не секрет, что выбирали? Ну, детям игрушки. Взрослым разные. Покупала. Если не секрет, что приобретали? Нет, я вот детям такие подарки, конфеты. Скажите, много пришлось потратить? Сколько и было, столько тратили. В этом году сложнее? Конечно, сложнее. Дорого? Ну, приходится терпеть все. Лишь бы только было все хорошо. Все родные, не валяли, знакомые, друзья. И всем, что мир был. О спорте. Профессиональная футбольная лига Казахстана определила победителя в номинации «Лучший тренер 2020» по итогам суммирования баллов, которые тренера-кандидаты набрали в результате голосования среди коллег по цеху, проведенных ранее в августе, сентябре, октябре и ноябре. Лучшим тренером стал рулевой Кайрата Алексей Шпилевский. 32-летний Шпилевский принял Алматинский клуб в ноябре 2018 года. До этого он возглавлял «Динамо Брест». Под его руководством Кайрат выиграл золото в минувшем сезоне Казахстанской премьер-лиги. Вторым стал «Табол», третий – «Астана». Угжитпес вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу отобрались от Рау Сактубе. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Субтитры создавал DimaTorzok